СМОЛЕНСКОЙ 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 Великая Отечественная война. Каждый раз жители этого небольшого городка на Днепре сражались до последней капли крови за свою землю. 25 июня 1941 года приняли главный удар фашистов. Из 170 тысяч человек населения в живых осталось около 20. Рядушком с нами есть замечательный город-герой Смоленск. Это щит. Щит, который защищал нашу родину и столицу нашей родины – Москву. И поэтому мы сегодня у вас хотим с вами поделить нашу радость, радость в эти дни победоносного мая, пожелать вам, чтобы мы дружили вместе с вами. Такое соседство – большая гордость, говорят члены делегации нашего округа. Подвиг города-героя Смоленска стал темой седьмого этапа проекта главы Одинцовского округа Андрея Иванова «Салют победе». Два года и три месяца древний город был в оккупации. Бои шли за каждый дом, каждую улицу. Город был почти полностью уничтожен немцами. Смоленская крепостная стена безмолвно хранит память тех страшных лет. От каждого камня здесь мужеством веет, простором Великой Руси. И если ты хочешь быть духом сильнее, побудь у Смоленской стены. Эта стена для смолян особенная. Она видела три войны, выстояла, когда город был полностью уничтожен. Эхо войны здесь повсюду. Курган бессмертия, сложенный из земли, собранный с массовых захоронений. Только на территории города их найдено более ста. Мемориал памяти погибших в концлагере номер 126. Наша землячка Галина Андреевна Баланчук испытала ужасы лагерей на себе. «Точно так же я была за колючей проволокой в концлагере Прибалтике. Нас везли на уничтожение. Там был такой случай. У маленькой девочки умерла мама. И она очень сильно плакала. Немец схватил, подвел ее к какому-то камню или куда. И взял топор и отрубил девочке все пальцы. В общем, издевались точно так же. Значит, только бутылку воды и сколько-то грамм забыло. Или 120, или 170 грамм хлеба на день. Люди помирали, не успевали хоронить по 300 человек в день». Дорогую цену заплатили смоляне за победу. Но именно их город значительно отстрочил продвижение врага к сердцу нашей родины Москве. Минута молчания. Корзины гвоздик к подножьям памятников от жителей Одинцовского округа. Пока эстафета «Салют Победе» продолжается, подвиг защитников Отечества не будет забыт. «Миллионы людей вообще погибло наших, отдавая свою жизнь за свободу, за нашу Родину, за нас. Поэтому это очень важно. И важно выстоять, важно пропагандировать вот эту идею защитника Родины, преданности своей стране. И чтобы каждый школьник, каждый ребенок знал историю и продолжалась она вечно». Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.